Светопредставление Светопредставление Начиная от людей и кончая рыбой А в ту пору, о которой пойдет речь Река Сустья с обеих сторон Была заключена в заплоты И из них, из заплотов Там и сям высыпались штабельки леса Ускоколейки аж в самую воду заныривали Катера ходили, машины ездили Звенели пилы, лаяли собаки Дымели трубы небольшого, но и немаленького поселка Управления тут были с номерами И хитро сокращенными словами Детсады, столовые, школы И даже гостиница, окнами выходившая прямо к реке И я сам видел одной весной Как перезимовавшая синичка Сидя на тонкострунной спирали забора Радостную пела песню И работяги слушали малую птаху И улыбались Надо заметить, что все военные люди В поселке и вокруг были заядлые рыболовы И сидишь, бывало, на лунке Дергаешь блесну А часовой советы подает Насчет глубин, насчет наживки Характера рыбы Метит выцеганить заграничную леску И магазинную блесну Обменять на самоделку Склепанный из патронной гильзы Или из латунной ложки Унесенный мастерами из столовки И выгодно обмененный На какой-либо товар Чаще всего запретный Клевало здесь в холода Лучше всего возле быков железнодорожного моста Под заплотом трудовой колонии Для малолетних преступников И во вдоль хозяйства Терещенко Номер которого я запамятовал Хозяйство то Тянулось километров на пять Места тут всем рыбакам хватало И рыбы тоже В особенности сороги Так вот там, где заканчивалось Хозяйство Терещенко Капризм ли судьбы Понедосмотру ли строгого начальства На песчаном выносе Бывшим до затопления Крутым песчаным обрывом Уцелел и шумел на ветру Высокими шапками золотясь В прошве солнца Чуптик золотоствольного Голенастого сосняка Указующего стройностью своей И маловетвистостью На то, что был здесь Сосновый бор Вот на выносе-то На песчаном В ростепель тучилась рыба И следственно толпы рыбаков Где росыпью, где кучно Темнели здесь с утра До позднего вечера Рыбак тут велся Четырех местностей Основной из Череповца Поскольку промышленный гигант Тучи дыма всплухал На близком горизонте По левому берегу За сосняками и болотами И болотными лисишками За колокольней старого Но кем-то ухоженного собора За нехитрыми строениями Однодневного дома отдыха Для солидности Именуемого профилакторием За тремя-четырьмя Полузапрошенными деревушками Отсюда утренней порой Как в битву на озеро Чудское Лавиной валил череповецкий рыбак Черепянин Так он сам себя именовал Второй по численности рыбак Наступал с запада Со стороны чуди Из вепсов Осевших на деревообделочных предприятиях Меж Ленинградом и Вологда Сами ленинградцы ездили на водоем Мало и неохотно У них Карелия под боком Третий рыбак Вологодский Надо сразу и прямо сказать Тут его, вологодского рыбака, не чтили И даже раздражали сым Потому как вокруг Вологды Столько рек, озер, прудов, старец Проток и прочего Что только алчность Считали черепяне За ведущие глаза Загребущие руки Могли гнать сюда Вологжанина Триста верст По морозу На мотоцикле Либо в грузовой машине На которой опрокинут Для тепла Фанерный ящик Из-под папирос Или из-под мыла Далее пойдет Рыбак Россепом Ивановский Ярославский Московский Даже Рязанский Рыбак малочисленный Но очень сосредоточенный И умелый Заключал Все пестрае Общество рыбаков Рыбак местный Одетый сплошь В военное Держащийся Несколько замкнуто И особняком По той же причине Что и Терещенко Нарваться можешь Особливо Среди черепян На вчерашнего Подконвойного Да и где гарантия Что сегодняшний рыбак Вольно себя ведущий На льду Балакающий На разные темы Выпивающий Братский Из одной банки Завтра Не окажется В хозяйстве Терещенко Самый дерзкий Самый нахрапистый Самый шумный Рыбак Черепянин На белом поле Льда Отличался Явственней Других Темной Шевелящейся Массой Большинство Черепян Срывалось На рыбалку Прямо с производства Еще мокрые После душа Доменщики Мартеновцы Прокатчики И прочие братья В засаленных Телогрейках Либо в суконной Спецовке Горячих цехов В кирзовых Сапожищах За которые Заткнуты Одна-две удочки В руке ведро Подобранное На свалки Посудина Предназначена Для рыбы И вместо сидения Никакого Теплого Белья На черепяных Никаких Шарфов Варежек Плащей Никакой Теплой Обуви Наклонится Человек Над лункой Спина Голая И грудь Распахнута На рубахе Пуговиц А под рубахами На теле Где ключица Где ребро Где грудина Или еще какая Неожиданная Кость Натянув Ржавую кожу Выступали По прокопченному Телу Что по древнему Папирусу Сплошь Произведение Искусства Изречение Мыслителей Стихии Эпитафии Признание В любви И верности Орлы Русалки Щиты И мечи Кинжалы Обвитые змеями Профили Зой И Нин Основные мысли Обращения На телах Все больше Лирического Уклона Целые поэмы Изображены С тайной Надеждой К той Которая Умеет Ждать И получит Она Пламенную Страсть Верная До гроба Сердца И сердце Это Тут же Насквозь Пронзенная Стрелой Будто Кусок Баранины Шашлычным Шампуром Однажды Костлявый Изветренный На природе Высушенный В горячем Цехе Черепянин Ухнул В полынью Мы его Достали Содрали С него Одежды И я С изумлением Переходящим В ошарашенность Прочел На ребристой Груди Чуть было Не утопшего Человека Дедушка Калинин Век Меня Мотать Отпусти На волю Не буду Воровать Судя По возрасту Рыбака Стих Сей Наносился На тело Уже много Годов Спустя После смерти Калинина Какая же Крепкая Вера Жила В человеке В действенность Печатного Слова Поскольку Черепяне Попадали На рыбалку Прямо Из горячих Цехов На пути К водоему Опережая Толпу До поту Себя Догоняли То скоро Они Играли Зубарики По-человечески Говоря Стучали Зубами От холода И часам К десяти Одиннадцати Сплошь Были Пьяны И Сколько Помню Всегда Дружным Коллективом Хрипло Орали Череповецкие Металлурги Одну И ту же Отнюдь Непромышленную Песню Мама Встала В шесть Часов Фольклор Извлеченный Сложной Жизненной Ситуацией Изрыгаемой Черепянами Приводил В явное Смущение По всей Форме Одетого Вологодского Рыбака Большей части Смиренного Скромного У Вологодского Рыбака Все Заточено Подлажено Ящички На боку С мудреными Инкрустациями Рисунками Или Берестой Украшены По стыдливости Небуйности Характера Вологодские Рыбаки Отсаживались На версту А то и Надве От черепян Чтобы не Слышать Сраму Но Те Заметив Что Вологодский 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 Сами Надвигались Бесцеремонной Толпой На уловное Место И норовили Так близко Просверлить Дырку Что Вологодский Был вынужден Утягивать Под себя Ноги И подбирать Полоплаща Иначе Просверлят Я Не берусь Утверждать Что Вологжанин По сравнению С черепянином Ангел Ни пить Ни материться Не умеет Но То и другое Вологжанин Делает Вроде бы Как Под давлением Жизненных Обстоятельств Еще В первые годы После переезда В Вологду Плохо Разбираясь В местном Выговоре Был я на охоте В деревне Семеновское Харовского Района И вот Первого Мая Явился мужик К нашей Хозяйке И зацокал Как белка Не сразу Но я догадался Что он матерится Будучи сам Немалым Специалистом По этой части Я Как не пытался Ни в одном Из отечественных Матюков Не припомнил Звука Ц Однако Ж Вологодский Мужик Процокал На одном Дыхании Не менее Получаса И хозяйка Вынесла ему Пятерку Мужик Ее взял Угрюма Нам поклонился И ушел Хозяйка Перевела Бессмысленное На наш взгляд Цоканье Праздник Экой Большущей А она Курича Жена Выдала На одну бутылку И больше Не дает В жизни В жизни Вологжанин Тих Наравом Ласков Взглядом С вечной Застенчивой Улыбкой На лице А что У него В середке Пади Разбери Сами ли Вологжане Но скорее всего Неблагодарные Варяги Сочинили Анекдот Про Ермила Данилыча Почти век Проработавшего В Вологодском Локомотивном Депо И ни разу На работу Не опоздавшего И вот Одним утром Нет Данилыча На работе Ждут Пождут Товарищи По труду Пятнадцать минут Двадцать Полчаса И в горе Погружаются Видно Помер Данилыч Потому как Смерть Только Неумолимая Смерть Могла Остановить Такого Труженика И перед века На пути К станку Вдруг Бежит Данилыч Запыхался Все И рабочие И начальство Кинулись Узнавать Какое Такое Чрезвычайное Обстоятельство Задержало Человека Уж Не сердечный Или приступ Да нет Говорит Данилыч Не приступ Баба Пятерку Потеряла И ты Помогал Бабе Искать Пятерку Я на ней Стоял На пятерке Бывало Наберешься Мужества Попросишь На рыбалке У лакжанина Мотыля Он Первонаперво Поинтересуется Отчего Сам Мотыля То не намыл Лопаты Нету И лотка Для промывки Нету Так Сделал бы Не ковды А мне Есть ковды И нехотя Полезет за пазуху Долго там шарится Будто коробка Найти не может Потом Возьмет Щепотку Мотыля И с лицом Страдающим Протянет Тебе Ноживку Как ладошку Подставишь Обратно Пол щепотки Стряхнет И со скорбным Выдохом Поникнет Над холодным Зраком Лунки Ни стыда Ни совесть У людей Обобрали Средь бела дня У черепянина Попроси Ноживки Он мотнет головой С передней стороны В которую Сунута цигарка Рукою Прятана Под телогрейку И прогавкает Холодом Сведенным ртом Там В банке Возьми Да не подохли Падлы И он же Черепянин Увидев у тебя Коробку Со свежей Наживкой На ночевке Может вынуть Коробку Из кармана И не взыщи О выпивке И говорить Нечего Учует Пират Пиратом Сделается Пока не владеет Никакого Покою Не знает Однако При всем При том Рыбацкой спайки Не чужды Ни вологжане Ни черепяне Если беда Или авария Будут выручать В добыче Более ревнивы Вологжане Нистовость Вологодского рыбака Обнаруживает порой Такие в нем Скрытые силы Такую самоотверженность И такое достоинство Каких он и сам В себе Не подозревает Прежними Веснами На озере Кубинском Брала Нельма На блесну Местные Прикубинские Жители В пору Когда шла Нельма Всякие Работы Прекращали И ни землей Ни хозяйством Не занимались Рыбу Пятила Вешни Порой С истока Реки Сухоны Которая Веснами Течет Неделю А то и Две Вспять В озеро И оставив Пятной Лед Рассыпью Лунок В одно Апрельское Утро Брякнул Заморозок Градусов На двадцать пять И рыба Оцепенела Не берет Надо ждать Солнца Грева Распара И тогда Быть может Стоят Рыбаки На льду Треплются Курят Удочки Подергивают Блеснами Поигрывают Рассказывают О том Как много Было Рыбы Прежде И как Мало Теперь И вот Дива На льду Появилась Баба В красной Куртке Встала В отдалении Ударила Каблуком Сапога Во вчерашнюю Лунку Не пробила Попросила У пожилого Рыбака Пишню Проколупала Лед Спустила Удочку С блесной В дырку И подергивает Рыбачка Вдруг Завопила И только Что Злословившие Мужики Со всех Ног Бросились На помощь Женщине Потому Как на ее Удочку Клюнулось Щучища Мигом Она была Извлечена Умельцами На белый Свет Раздалбливавшие Лунку Упыхавшиеся Мужики Тут же Добычу Взвесили На ручном Безмене Девять кило С граммами Щука Щука Подпрыгивала Поленом Бухала Соблет Сверкая Пестрыми Как у африканского Удава Боками И темной Спиной Рыбачка Таращила Подведенные Синькой Глаза Пыталась Говорить Благодарствие Мужикам На конце Которыми Местный Рыбак Ловко Поддевает И выбрасывает Из лунки Лед Лицо Его Изветренное Изморщенное Напоминало Растоптанную Консервную Банку Из-под Спереду Сжерла Узко Сплюснута И вытянута Сзади Со дна Стриженный Подбок Затылок Без всякого Изгиба Катка Уходил Под взъероженные Башны Плаща Это Че же Тако Мужичонка Уцелив В пространство Расплющенное Лицо С расплющенным Далеко Вперед Вынесенным Носом Ожидая Ответа Я Двадцать Пять годов Рыбачу И ни одна Баба Ни ковды Меня не Обрыбачивала Меня Кешку Корба Все Кубинское Озеро Знат И вот Я не Не Изловил Баба Изловила Как жить Ну Мужчины Ну Я же Не виноват Залепетала Рыбачка И Переломив Себя Добавила Возьмите Рыбу Если так Только Этого И надо было Кеше Коробу Да Что бы он Кеша Короб Взял у Какой-то Бабы Вонючую Рыбину колонии преступников, полные города и посёлки алкоголиков, воров. Общество погибает. Международная обстановка неясная. Она, заместо того, чтобы охранять этот, как его, а, оптать забыл, слово-то старо, а, очаг, заместо того, чтобы очаг охранять, она рыбачить. Это мы куды? Идём-то. Говоря всё это, мужичонка надменно удалялся, шаркая плащом, и за ним суетливо бежала, тыкалась, виновата позванила острая пешня. Километрах в трёх от места происшествия сел Кеша Короб на лунку и отвернулся от людей. Солнце обнаружилось уже высокое и начал осаживать морозную пыль, обращая в парное облако и изморозь, всё шире и шире раздвигая просторы озера. Мужичонка вдали окутался маревом, подплыл снизу, и ящик из-под него ровно бы вынесло синеплещущей волной света. И не сидел он, оплыл, качался на той волне. Не выдержали и рыбаки. Один по одному подались Кеша Коробу, и, как сердце их чуяло, там, в стороне, и начался клёв Нельмы. Вынув трёх дородных прекрасных рыбин, Кеша Короб усмирился. Лицо его, не лицо, лик растерженного сурового бойца помягчело, и он позволил себе пару глотков из спрятанной в боковом кармане баклажки. Показывая посудиной вдаль на одинокую и сиротливо краснеющую фигурку рыбачки, Кеша Короб произнёс ворчливой милостью. Ну, ковды так, ребята, ковды, ананас, на рыбу навела, пушай идёт. Однако ж, я отвлёкся на триста пятьдесят верст с озера Кубинского обратно на реку, потому, как там и произошло светопреставление. Поскольку в действие скоро вступит московский рыбак, его, москвича, тоже надо охарактеризовать, чтобы уж потом гнать действия без передыху, как в современном театре гонят, и когда все в мыле остановятся, то ни артисты, ни зрители понять уже не могут, куда, кого и зачем гнали. москвич, он всегда разналик и многообразен. В метро он один, в пивнушке и на стадионе другой, в квартире своей третьей, на производстве четвёртой, на курорте, в туристическом походе по достопримечательным местам пятой, на рыбалке шестой. Водится москвич, как русский ёрш, на всяком, даже не жилом водоёме. Может съесть икру других рыб, после чего сделает вид, что в водоёмах тех никогда и ничего, кроме ерша, не водилось, и ночью он икру не ел. Если по старинному, благостно-тихому, архитектурными памятниками украшенному городку идёт человек с вольно расстёгнутой волосатой грудью, и на пузе у него болтается фотоаппарат или серенькая кинокамера, напоминающая птаху с клювом, если на лике этого человека царит гримаса присыщенности, походка у него вальяжно усталая. Говорит он, как ему кажется, на свежайшем, остроумно-ехидном жаргоне, которым блатники перестали пользоваться ещё полвека назад, кривит губы, глядя на всё местное. Вот когда я был в Варне, в Баден-Бадене, то там это он, столичный житель, отдыхает на российских просторах, отдыхает и раскаивается, что погубил отпуск, ведь мог бы вниться, даже на Канарских островах, да занесло простофилю по причине патриотизма в Вологду. И что? Кому от этого хорошо? В Вологде? России? Иной столичный житель присвоил себе право считать себя почти голубых кровей породой или нацией, и на этом основании желающий получать всё лучшее, модное, свежее поперёд остального народа, да ежи бы ему инвентаря культурного, да средствий поприбавить, так уж и дворянином бы себя почёл. Но зарплаты и жилплощадь не позволяют, и тёща никак не умирает, она деревенской породы, крепкая российская баба. Фотоаппарат на пузе киевский, если в американский, в крайности западно-германский, а то так-то уж всё есть для подготовки в дворяне. Высокомерие, чванство, джинсы с непонятной наклейкой на заду, отплывшие от бледного жирка щёки, круглое пустцо, квартира обколочена сжжёнными плахами, три деревянные иконки и два медных креста к плахам прибиты, книга Высоцкого нерв на полочке, Сен-Бернар, таскающий на улицу сумку, лающий среди ночи на врагов. Этакая шалунишка, норовящий запрыгнуть сзади на гостя, восторжен влюблённая в искусство, модная одетая хозяйка, знающая, какому вину идёт сыр рок-фор и какому совсем ничего не идёт. Коньяк, допустим, надо во рту подержать, потом уже проглотить, а вот к Шизано из Италии хороши апельсины. Они же итальянцы питаются исключительно апельсинами, да ещё макаронами. Отсюда итальянский темперамент. Вы же с последней книгой Феллини не знакомы мыслящему человеку. Она необходима, как воздух. Он же возвысился до самой высокой правды. Он же не щадит ни строя, ни правительства, даже народ критикует. На рыбалке москвич скромен. На пути к водоему старается не выделяться, трётся в массах. Попавший на лёд садится в стороне, даже луночку сверлит норвежским сверлом так, чтобы никому шумом не досадить, никого собою не потревожить. Повыкнув, он выделит зорким глазом рыбака мастерового и обязательно местного, как бы, между прочим, заинтересуется его снастями, подарит мормышечку, отливающую лопадной краснотой и скромно заметит, что мормышка это из вольфрама, самая необходимая для больших глубин, изготавливает её только на предприятии, номер которого он, если бы даже и захотел, сообщить не может. Люди, будьте бдительны, берегись, рыбак, не развешивая уши, под эту мормышку вежливый москвич выведает у тебя всё про здешнюю рыбу и про рыбаков. Чуть позже он угостит тебя коньяком из именной фляжки, отмотает три метра японской лески и за всё за это угодит к тебе в дом на ночёвку. Он уже ведает, что висят у тебя рыбака простофили иконки, доставшиеся от родителей, медный ковш, колоколец, есть старинная книга и канделябр, вывезенный из какого-то дворца в смутные годы. Уедут иконки родительские, колокольца и канделябра вместе с уловом местных рыбаков. Скупленный у черепян за бутылку обошлась рыбка московскому гостю по пятнадцать копеек за кило. В Москве он слупит по рублю за каждую голову и потрясёт произведениями древнего искусства знатоков, а смеёт серую доверчивую деревню, где он выморочил домашние реликвии и посеял смуту в доме, пообещав устроить дочь в институт, где сразу на артиста и на переводчиц учат. Итак, массы в сборе, хотя и сидят порознь. На самых уловистых с точки зрения массового рыбака местах почти друг на дружке черепяне. В отдалении от них на свежем, ещё не испещрённом льду рыбак Вологодской, далее пестро и разнолюдно приезжие издали народ. Ясный день апреля. Серых холмов всё скорее, всё пенистее, всё урчливее бегут ручьи. По всем оврагам, щелям и ложбинам несутся они мутные, пьяные, тащат мусор, отъело лёд от берегов, и он горбато вспучился, снесло с него весь ссор и отбросы, столь щедро везде и всюду выделяемые высшим разумным существом. Подровняла бугорки возле лунок, и сами лунки объела по краям, округлила и расширила. В лунках плавает, кружит цетля и какие-то блеклые метлячки, их утягивает под лёд. Рыба кормится и берёт хорошо. В основном берут платва и подлещик. Платва выдурила до килограмма весом, лещ наоборот, усох до подлещика. Пахнут они торфом, болотиной. У платвы ребра, как у колхозного барана, и в ухе, и в жарёхе рыба невкусная. Но её ловят, солят и вялят между рамами окон, либо готовят по особому рецепту, отбивая дух уксусом, марганцовкой, мочат в молоке. Лихо берёт пучеглазый ёрш с раздутым от икры мыльным пузом. Бандой налетает пёстрый окунь, обрывает мормышки, сеет панику среди рыбаков. Мечется по льду рыбак, сверлит лёд, торопливыми пальцами вяжет мормышки. Черепяне, предобеденной поре, упавшие вместе с ведром на лёд, не выпуская удочки, из рук просыпаются, вскакивают и ничего не понимают со сна, озявшие, дурные, на всякий случай начинают громко повторять «Кошмар! Кошмар!» Выяснилось. Кошмар это фамилия сменного мастера в доменном цехе и ругать его на всём комбинате привычно и необходимо для согрева тела и успокоения души. Всё было в тот день, в день надвигающегося света представления так же обыденно и привычно. Для меня день начался и вовсе не бывало. Я долго работал над книгой, тоже о рыбе и рыбаках, извела она меня, измотала. Хворал я после неё долго, в больнице валялся. Хвать, похвать, зима прошла, я ни разу на льду не был, ни единой рыбки не поймал. Тут меня ещё полубольного иглами в больнице истыканного, лекарствами отравленного и позвали на рыбалку. Утром ринулся народ толпами с поездов, с машин, со станций и с посёлка на лёд. И я за народом поспешаю. Народ, он вдаль прёт к большой невиданной рыбе. Мне не втерпёшь. Увидел первые лунки с тёмной водой и скорее удочку сунул в мокро. Разматываю вторую удочку, отмеряю дно. Как вижу, поплавок у первой удочки медленно так и уверенно пошёл в глубину. Ну, думаю, течение в водоёме от весенних потоков получилось. Подёрнул удочку, на ней вроде бы коряга. Я выбирать леску? Нет. Не коряга на ней что-то кирпичом висит и не ворочается. Но на свету в лунки зашевелилась. Тут я совсем проснулся, заспешил, заперебирал леску и выпер на лёд большую рыбину. Смотрю, вроде бы ясь, но чешуя крупная, со спины рыбина тёмная, глаз и перья у неё красные. И не голавль, и не жерех. Кто же это? спросил проходящих рыбаков. Они небрежно сказали «Сорога». Плотва значит. Я сколь на свете не жил, сколь не удил, больше ладони сороги не видел. Пока я недоумевал, на вторую удочку клюнуло и опять попалась плотва, чуть поменьше. Наживил я удочки сижу, тёплой сырью душу, слушаю звук всё явственней, всё громче пробуждающегося утра, слушаю из ничего возникшего жаворонка, гляжу на чубчик сосняка, чудом спасшегося от современного топора. солнцем меня начало пригревать, и тут я обнаружил, что сижу и плачу, и сразу понял я всю исходную причину слёз, мог сдохнуть в больнице и не сдох, до весны вот додюжил, на рыбалку попал, и сразу мне Бог, конечно, Он, кто же ещё, за все мои терпения и муки рыбу послал, жаворно кружится, сквозь живые ещё сосны живое солнце прожигается, мощный хор металлурга ублажит насчёт папажи резинки от трусов, рыбы прыгают у моих ног мною пойманные, хорошо-то как, господи! А я уж чуть было не согласился всё это покинуть, а на кого? Вместе со мной ведь и вправду кончится мир мой, никто не поймает моих рыб, никто не порадуется моей радостью, ну и что, что гавкают собаки, горланят радио, все конторы нынче радиофицированы, заставь дуракова богу молиться. Работая в районной газете, я и сам настойчиво внушал читателям, что есть, есть ещё отдельные недостатки в жизни, не ижита преступность, склонность к алкоголизму, к присвоению как частной, так и государственной собственности. Но если все люди в это апрельское солнечное утро ловили рыбу, любовались солнцем, бьющим сквозь грифку сосняка, выскочившего на простор бережка, я верю, они не смогли бы творить чёрные дела. Они бы умилились так же, как я, им бы захотелось жить благостно и чисто. Это с чешет тако обтать. Знакомый вопрос и знакомый голос вывели меня из задумчивости. С большой неохотой я расстался с иллюзиями, опустившись обратно на землю, точнее, на берег реки, обнесённой по ту и по другую сторону сложно переплетёнными проволоками на заборах, заплотами, будками, со всё ещё светящимися с ночи лампочками. Из будок тех глядели на рыбаков изябшие сторожа, и, чтобы скоротать время до смены, подавали советы, где сверлить лунки, на какие блёсные мормышки рыбачить, до какой глубины их опускать и как покачивать. Это с чешетако, товарищи. Я окончательно проснулся и увидел перед собой человека в плаще, стоящим колоколом на льду, с лицом, напоминающим растоптанную банку из-под червей, с удочкой из ветки вереса, раздвоенной на конце, с миллиметровой жилкой, которая была крепкой и надежно привязана к лесна, формой, напоминающей почти уже исчезнувшую рыбку снитка. Снитка кушают люди, кошки, собаки, поросята, курицы, нельмы, щуки, судак, жерех, ясь, даже лещ и крупная сорога, если зазевается малая рыбеха, имеют и жуют ее, а он сниток, никого, кроме буложки, мошки, слопать не может. Передо мной стоял Кеша Короб, я его узнал, он меня нет, потому как на Кубинском озере бывал я в массе рыбаков, ловил сорогу с ершами, Кеша же Короб был рыбаком избранным, охотился за Нельмой, судаком, щукой да за крупным окунем и запомнить меня, как специалиста незначительного, мало чего стоящего, не мог. Я утер слезы рукавицей и вопросительно глянул одним, еще не защурившимся от ослепительного солнца глазом на знаменитого рыбака. А где это и срам несут, пояснил Кеша Короб, послушать этих черепян, так хоть к детям не являйся, заразись от их обтать. Батюшки святые, я протер меховой оторочкой рукавицы сперва зрячий глаз, потом на всякий случай второй незрячий. Да уж Кеша ли это, Короб не огляделся ли я? Да, передо мной был Кеша Короб, но ни Матюка, ни намека на ругань, кроме обтать, который в его исполнении ругательством то и не звучал. С изветренных его уст ни то что не срывалось, но даже и в отдалении не предвиделось. И тут я, еще в детстве числившийся в колдунах, своим предчеватым языком ляпнул светопредставление и не придал, как и многие современники, никакого значения слову, а надо бы. Кеша Короб бросил блесну воптающую лунку, она звякнула край льда и, булькнув, исчезла в глубине. Знаменитый рыбак по-прежнему никаких крючков и мормышек не признавал. На Кубине с пашин и притоков смыло прошлой весной удобрение, и берега знаменитого озера покрылись дохлой рыбой. Не рыбачить Кеша Короб не мог. В рыбалке был весь смысл его жизни, и, прослышав раздешнего, тучей плавающего судака, он подался в незнакомый край, сделав крюк в триста пятьдесят верст, появился на новом водоеме вдали от родины. Привыкал к новой местности, к рыбакам, среди которых никто не знал, что там, у себя дома, Кеша, Короб, царь и бог. Тут же рядовой рыбак, и никакого ему почтения, да еще эти черепяне, пропавшие металлом, опаленные огнем, мирному человеку, сыну скромной природы, с ними непривычно и тревожно. Переходя от лунки к лунке, Кеша Короб обрыбачивал водоем и на свою корявую блесну цапнул уже трех бурластых окуней и одного судачонка школьного возраста, не гуляй, без мамы. В мирный весенний день, под все тем же светлым солнцем и вешним небом, на отдаленном водоеме сошлись и разошлись два рыбака. Кеша Короб идя от лунки к лунке все удалялся и удалялся. Я еще недавно мрачный, тяжелый душою, недовольный современной действительностью, культурой вообще и литературой в частности радостно голосил «Как прекрасен этот мир, посмотри, далее слов я не знал в этой песне, да и какую голову надо иметь, чтобы современную песню запомнить. Это может сделать только Русланова, не та покойная Русланова, другая какая-то. Когда рыбаки ждали рассвета в битком набитом вокзале Шкистанции, новая Русланова вела песнь по радио на слова Шоферана «Надир Радам я твоя, Надир Радам я твоя». Один рыбак не выдержал и восхитился. Ну и память. А я подумал про поэта, ну и гигант. И вот, продляя удовольствие, я тянул как можно длиннее «Как прекрасен Надир Радам, Надир Радам». И уже склонялся к мысли, что у меня получается не хуже, чем у самого Рашида Бейбутова. Как вдруг весеннее солнечное пространство пронзил, именно пронзил страшный вопль. Я увидел небегущего, прямо-таки летящего надо льдом по водоему кешу короба без удочки. К этой поре все вокруг заметно подтаяло. На льду маслянисто светилась вода, местами собравшаяся в лужи и по проеденному льду стекающая в лунки. По бокам кеша короба взлетала ворохом вода, брызги, создавалась полная видимость стремительности полета птицы. Продолжая вопить, кеша короб бежал не ко мне, человеческой одиночке, к массам бежал, которые он совсем недавно критиковал за непотребное поведение, заплетался в плаще и часто падал. Ляпнувшись в холодную воду, он катился какое-то расстояние по льду на брюхе и вопил пуще прежнего. В голосе его нарастал ужас, переходящий в рыдание. Очень походил кеша короб не только на птицу, но и на драпающего по фронту славянина, и вел он себя соответственно драпающему. В панику впавшему вояке бросил боевое оружие, пешню, удочку, на ходу скинул рюкзак, оборвал петли на плаще и пытался скинуть его с себя, но плащ задубел от мокра. Кеши коробу удалось царапать его лишь с одного рукава телогрейки, далее ему не хватило сил и мужества раздевать себя. скомканный плащ с задранным рукавом мчался за Кешей коробом вроде дурной собачонки, хватал его за ноги. Народ весь вскочил с ведер, с шарманок, с чурок, с магазинных ящиков, натасканных на лед, сгрудился, сошелся в кучу и окружил Кешу короба. Вопль прервался, и я увидел в разрыве масс, как отпаивали Кешу из бутылки, после чего он стал указывать рукой в сторону лунки, где бросил удочку и пешню, и что-то говорил, говорил, и чтобы унять душевное волнение, сам уж по собственной инициативе припадал к бутылке. Осторожной, молчаливой цепью двинулись рыбаки к лунке, возле которой кинуто было боевое снаряжение рыбака. Сам он прятался за спины наступающих и оттуда словно командир роты давал руководящие указания. Я тоже есть русский человек, подверженный природному любопытству, хлебом меня не корми, дай посмотреть на драку или на свадьбу. Бросил я удочки, забыл про рыбалку и двинулся встреч народу, как бы олицетворяя собой партизанскую силу, действующую с тыла. Не доходя до кешиной лунки сожене три, наступающие цепи замерли. И я замер. На льду, жестким багровым брызгая с хвостом, лежало существо, отдаленно смахивающее на рыбу, точнее сказать, сразу на несколько рыб, на ерша, на окуня, судака и еще на кого-то из будущего, на нас надвигающегося. Прежде всего замечались на существе колючки. Все оно было ощетильно иглисто, по спине и по бокам и под грудью и на жабрах все сверкало стальной остротой. Хребет был темен, неопределенного, илисто-сероболотного цвета, такие же бока, и только туго набитое лягушачье пузо пущило жизнерадостной сытостью, отливало жестяным блеском, да хвост и перья под колючками, наполненные вроде бы запекшейся кровью, кое-где йодисто-разжиженную оживляли круглое тело, не то на большое веретено, не то на нерасколотая полежка похожее. Забравши в твердую, двумя подковами объятую беспощадную пасть блесну Кеша Короба, речной новожители здесь, на миру, с хрустом, со скрежетом продолжал ее жевать. Лежать ему на боку и хлопаться облет надоело, а прокинувшись на брюхо, существо глянуло на народ нездешними глазами, наполовину закрытыми щитками, изготовленной вроде бы из космического, небьющегося, негорящего, пули непроницаемого металла. Когда оно заводило глаза под щитки, взор делался запредельно жутким. Вся морда с пастью от глаза до глаза была отмечена печатью надменной враждебности. Наконец оно выкатило мутные, в то же время вострозрячие глаза и словно бы усмехнулось. Ну что, поймали, жрать будете, жрите, жрите, сегодня вы нас, завтра мы вас. Это с чьей же оно такое? Чуть слышным шепотом вопросил Кеша короб, вызнув в остренький нос из народа и на всякий случай держась обеими руками за чей-то плащ. Народ безмолвствовал. Даже черепяне были тихие и как бы маленько не в себе. И долго бы томился и думал народ, потому как народ наш не думает, не думает, да как задумается, то уж надолго. Да в это время снизошел до масс московской рыбак, одетый в комсоставскую меховую одежду, без звезды на шапке, значит, не отставник, тот ни за что не сымет звезду с шапки и шапку с себя. Раздвинув плечом рыбаков, москвич приблизился ко все еще валяющемуся, продолжающему скрижетать блесной существу, безбоязненно наступил ему на голову меховым командирским сапогом. Под сапогом захрустело, зев с блесной широко растворился, обнаружив по всему рту и снизу, и сверху, и с боков острую россыпь металлических сверкающих зубов. Хвост протестующий захлопался по мокру, оно расщепелилось еще страшнее пастью, жабрами, плавниками, и не смирясь, не сложив колючек, унялось совершенно на усопшего непохожее существо водяного происхождения. Но что вы, ей-богу, как с неба свалились? Сказал московский рыбак. Это же берш. Кто? Берш новая, стихийно возникшая популяция рыб. Кое-где она и раньше встречалась по южным рекам и озерам, но вот появилась и здесь. Нерестилища нарушены, ход рыбы смешан, вы когда-нибудь о такой рыбе, как ротан, слышали? Нет, не слышали о ротане здешние рыбаки, по лицам угадал москвич и поведал, что рыба ротан может обитать в любой луже, даже в мазуте, питаться может всем, вплоть до старых резиновых сапог и колесных шин. Видимо, ближайшие поколения ротана уже начнут жрать гвозди, скобы, лопаты. Самого же ротана едят лишь пока избранные любители редкостных блюд с закаленным брюхом. Что касается берша, это смесь судака, окуня и ерша. Главное действующее лицо в нем ерш со всеми его колючками и повадками. Но есть еще кто-то, науке неведомый, может, аргонавт? Народ продолжал безмолвствовать, и после того, как закончилась лекция, лишь спустя большое время обреченно было выдохнуто. Оптать! «Началось-ся!» прошептал Вологодский благонравный рыбак и украдчиво перекрестил себя по животу. «Чего? Началось! Чего? Ты больше каркай!» налетел на Вологодского рыбака очнувшийся черепянин, тот самый, у которого на груди было начертано складное обращение к дедушке Калинину насчет милосердного к нему снисхождения. «Светопредставление!» «Вот что!» заявил Кеша Короб и обратился к народу. «Может, мол, кто возьмет эту тварь себе?» Черепянин тут же сгреб Берша под жаброй и пошел прочь. Кеша Короб сперва растерялся, однако скоро спохватился. «Э-э-э-э, а блесну-то?» «Я думал, ты мне хычника с блесной подарил», осклавился черепянин рваным ртом сплошь забитым стальными зубами и, выдрав блесну вместе с яркой, но тоже колючками усыпанной жаброй, бросил удочку к ногам удрученного рыбака Кеши Короба. В тот день Кеша Короб от народа более не отрывался. Утром терся ближе к поэтическому черепянину, заглядывая ему в лицо, отыскивая в нем значение или перемены. «Ты ничто, а?» «Ничто!» Зевая блескучей пасти, ответил черепянин. «Вкусная гада!» Еле подводяру и облизывались. «И ма еще!» Более Кеша Короб на реку не приезжал. Покрыло ее устье добычливое место вторым валом воды, да и отнеси от греха подальше. Рыбачил только на родном водоеме озере Кубинском. Постепенно дойдя до унизительной ловли сороги и ерша, там на озере Кубинском и загинул Кеша Короб. Провалился весной под лед и утонул. Совсем недавно одному своему приятелю рыбаку, объездившему всю страну по вербовке и обрыбачившему многие реки, моря и озера, я возьми, да и расскажи о светопредставлении, случившемся на Вологодской земле. А он не смеется, он никак резанет. Не зря, мол, вас, интеллектуалов задрипанных, кроют за отрыв от жизни. Берша ловят уже повсюду. В озере Аральском Берш сожрал всю рыбную мелочь, дошел до осетровых, коих от веку никто, кроме человека, на земле не ел. Уж на что налим, тварь всеядная, в холодной зимней воде, когда все рыбы в спячке, выедает все подчистую, кроме осетровых костерек, веретежек, стерлядок, потому как распорят они его от Селева и до Камчатки бритвенно-острыми хребтовинами. Бершу все ни почем. Он существо будущего времени, преодолел все преграды, растет не по дням, а по часам, хватает всякую тварь не только в воде, но и над водой, птиц, змей, крыс, цапает любую блесну, обрывает лески, протыкает резиновые лодки. Докатился слух, будто кто-то на южном озере схватил купающегося невинного ребенка за ногу и уволох пучины вод. Не иначе, как Берш. Но может еще неведомая нам тварь, может, происшествие на реке было и на самом деле началом света представления, сигналом к тому, чтобы мы почаще думали о надвигающихся на нас чудесах в природе. в природе. Продолжение следует...